Лишь тем доступна благодать, кто в искушениях жизни строгих умил, как вы, любя страдать. Восьмой год подряд литературный конкурс собирает участников из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. И каждый раз традиционно подведение итогов конкурса начинается с возложения цветов и чтения стихов у памятника Тютчеву. Основное действие развернулось на летней эстраде возле самой усадьбы. Как и прежде, главная тема – это продолжение и поддержание русской мысли, раскрытие новых граней творчества Тютчева. Те люди, которые сегодня получат заслуженные награды, являются лучшими из лучших. Те люди, которые помнят историю, которые сохраняют наследие Федора Ивановича Тютчева, других наших замечательных земляков. Но у вас месторождение русского духа. А месторождение русского духа – это, знаете, как вот ангелы летели, и Господь им сказал, где должен родиться великий человек, на котором потом будет опираться русская мысли. Вот здесь, вот в этом вот самом месте. Он здесь и родился. Конкурсная комиссия за короткий срок обработала более 360 заявок. Как и прежде, победители определялись в двух номинациях – философское эссе и философское стихотворение. Среди победителей – брянский поэт Владимир Сорочкин. Выбрал несколько, написанные, так сказать, в разные годы. Просто как бы, ну, выбирал так, чтобы это как-то отвечало и духу Тютчева, и чтобы эти стихи были достойны конкурса этого. Участники конкурса проводят большую историческую работу. Победитель в номинации «Философское стихотворение» Андрей Шацков представил на конкурс «Триптих лебедей Тютчева». Существует здесь прекрасная легенда, что потомки тех лебедей, которые были в пруду Утютчева, они живут вот в этом пруду сейчас. Вот меня настолько это поразило, что четыре года, четыре года я писал три стихотворения, ну, по-разному. Вот сейчас они выстроились в полную, так сказать, цепочку. За время конкурса совершенствовалось мастерство авторов, присылающих свои работы. А вместе с этим преображалась и сама усадьба. Я первый раз прибыл в Овстук 17 лет тому назад, когда мы создавали здесь фильм о Федоре Ивановиче Тютчеве, делал фильм Натальи Бондарчук, я играл роль Тютчева. И тогда я увидел это имение, оно было менее приглядно, чем сейчас, за эти 17 лет благоустроили. Но я думаю, что главные все свершения руководства Брянщины, они впереди по поводу Овстуга. Потому что Овстуг – это жемчужина России. После церемонии награждения участников и гостей пригласили в литературную гостиную. В дружеской обстановке поделиться впечатлениями и почитать стихи. Игорь Умаров, Денис Пашков, События, Жуковский район.